Сегодня мы должны завершать четвёртую главу, третью главу, извините, «Перкевот». Сегодня мы будем изучать восемнадцатую мишну, но здесь будет говориться о «парпараот». «Парперет» – это либо десерт, либо то, что возбуждает аппетит. Поэтому после того, как мы завершили предыдущую мишну, рабе Лееза, рабе Назари, и мы учили одну вещь. Тот, у кого его поступки преобладают над его мудростью, он подобен на дерево, которое очень крепко стоит на земле, и все ветры будут дуть в мире, оно его не вырвет. Так что это значит? То есть мы учим Тору для её реализации, а не для того, чтобы называться большими талмудистами и так далее. И в качестве примера я хочу привести вам историю, которую рассказывал Хофф Ицкаем о Магеде из Дубна. Магед из Дубна, он жил в XVIII веке, и известна история, что когда он пришёл к Гаону из Вильна, тот сказал ему, ну, расскажи мне свои притчи. Магед из Дубна сказал, обычно сначала дают поесть тому, кто приходит с дороги, а потом уже и так далее. Во всяком случае, он учил Мусару самых больших еврейских мудрецов, легенды говорили о нём, как он воздействовал на народ, благодаря своим урокам, толкованиям. Но то, о чём мы говорили, тот, у кого действия преобладают над его мудростью, его мудрость, она реализуется. И вот это то, что Хофф Ицкаем рассказывал про Магеда из Дубна. Как-то он шёл по городу и встретил на улице бедного слепого нищего, которого ввёл за руку маленький мальчик. Ну, другой бы человек прошёл мимо него, и всё. Если бы он был наделён чувствительным сердцем, он бы вздохнул, видя страдания, которые существуют в мире. Если бы у него было более разумное сердце, он бы поблагодарил Творца за то, что у него есть возможность видеть. У этого слепца нет. Но у Магеда было сердце и чувствительное, и благодарное. И более всего, милосердное. Он остановился, поздоровался с этим бедным слепым и спросил. Братья, откуда вы? Так горько было на душе слепого, что он вообще ему не ответил. А мальчик посмотрел на Магеда печальными глазами и сказал, что слепой это его отец, а что мама его умерла. И он рассказал, как холодно и сыро в их доме, и что у них нет дров даже, чтобы затопить. А тем более у них в доме нет ни крошки еды. «С кем ты разговариваешь?» – строго спросил слепой своего сына. «Пойдем дальше». «Подождите, подождите», – сказал Магед. «Скажите, пожалуйста, вы уже ели?» «Нет», – ответил мальчик. «Я веду папу в дом, где община кормит бесплатными обедами нищих. Там и поедим, а потом вернемся домой». Понятно было, что этот мальчик не учится. Ведь в его положении он был освобожден даже от учебы Тора. И тогда Магед сказал, «Знаете что, пойдемте со мной. Я накормлю вас сытным обедом, который гораздо лучше, чем в общинном доме, где кормят всех нищих». На лице мальчика провинкнуло выражение благодарности. Магед отменил все свои планы и привел слепого с его сыном в свой дом. Он накрыл для них стол и позаботился, чтобы они сытно и плотно поели. После этого даже слепой отец немного растаял. «Вкусно», – сказал он, – «у вас приятно». «А может быть, вы согласитесь пожить в моем доме?» – спросил Магед из Дубна. «Я выделю вам теплую комнату. Три раза в день вы будете есть вот такую точно трапезу. И совершенно бесплатно». И поспешил добавить. «А ваш сын, он пойдет учиться в Хедер. И за его учебу буду платить я». Отец заколебался. А глаза мальчика загорелись надеждой. Ну и в конце концов отец согласился остаться на неделю. Потом была вторая неделя. Месяц. И так они поселились в доме у Магеда из Дубна. И он терпел от этого слепого все. Потому что это то, что написано в трактате «Шаббат», 127-й лист. Заповедь принятия гостей, она выше даже, чем принятие шхены. Это мы учим от Авраама Вину, когда он принимал этих трех бедуинов. И он попросил Творца, подожди. Творец. Было самый высший пик жизни пророка, когда открывается ему Творец. Он сказал, Творец, подожди. И побежал навстречу этим бедуинам. И учится оттуда, что все то, что Авраам сам делал для этих трех путников, это в будущем Творец сделал для еврейского народа. То, что он делал через посланника, например, бычко врезал Ишмаэль, это Творец посылал через посланника, через Мушея, Аароны и Мирья. Почему такая важность была, что именно это описывает Тара, как принимал этих бедуинов Авраам, потому что это был третий день после обрезания, когда он имел полное право никого не принимать. Больше того, Творец специально сделал чудо, он вывел солнце из ее укрытия, чтобы никто не мешал Аврааму, потому что третий день самый болезненный после обрезания. А Авраам сидит у входа в шатер. Что ему не хватает? Зачем я живу в этом мире, если я не реализую то, как раскрывается для мира Творец, делясь безвозмездно своим добром? Если я не реализую это качество Творца, то зачем мне жизнь? И тогда, преодолевая боль, преодолевая все, бежит Авраам и устраивает им такой пир, о котором сказано, что даже царь Шлому, который там резали тысячу быков, и он принимал такие столы, он не сделал то, как принимал Авраам, потому что Авраам приказал зарезать трех бычков, чтобы принять этих трех бедуинов. Разве недостаточно было одного бычка, 30-40 килограмм мяса есть? Он хотел им дать самое вкусное, что есть. Он дал им язык с горчицей, пожарил язык с горчицей. И это особенное вкусное блюдо, потому что через это он открывал, чтобы расширялись горизонты человека в материальном, и через это он готов был услышать, расширить горизонты духовно. Он учил их вере в единого Творца. Это были тысячи, которые приходили в дом Авраама, он их принимал, он их учил. Так вот, это то, что реализовал магит из Дубна. Дальше. Этот мальчик начал расцветать. Он получил пропитание, одежду. Каждый день он ушел, учился в Хедере и был принят своими сверстниками. Прошли годы, его отец умер. А мальчик продолжил учиться в Яшиве. И выяснилось, что у него поразительная память. Он не забывал ничего из выученного. Он все схватывал на лету. Его ум был остр, как бритва. А качество характера чисты, как масло. А душа его чиста, как хрусталь. И занимался он Торой постоянно и непрерывно. И очень скоро он приобрел в себе доброе имя. Женился и стал главой, главным раввином в городе Броды. И его имя почитаемо всех поколениях. Потому что это никто иной, как известный великий Гаон Рабишломо Клюгер. Благословена память праведника. Есть его книга о Знейле Тора. То есть, если бы Магит прошел мимо. Если бы он вздохнул и сказал, ну что можно сделать. Этот бы мальчик продолжал вести своего слепого отца в дом общины. Что потерял бы народ Израиля? Что потерял бы мальчик? И что потерял бы Магит? Это значит, что мы учим Тору ради ее реализации. Из-за Магида появился в еврейском народе великий мудрец Рашломо Клюгер. Это мы видим. Тору мы изучаем ради того, чтобы ее исполнять. Тот, кто учит Тору не для того, чтобы ее исполнять, говорят мудрецы. Лучше бы обвернулось, как перевести на русский язык, у зародыша, пуповина вокруг горла зародыша, чтобы он не родился. Потому что это называется Тора. То, что мы постигаем божественную мудрость не для того, чтобы быть специалистами и называться мудрецами, а для того, чтобы жить ею и реализовать ее. А теперь мы возьмем и откроем последнюю Мишну третьей главы. И Байзрат Ашем с помощью Творца, если мы завершим ее, тогда мы точно прошли половину поучения отцов. Потому что есть всего шесть глав. И мы завершаем третью главу. Итак, Раби Аль-Азар Бен Хисма Омер. Раби Аль-Азар по одному мнению Бен Хисма, по другому мнению Раби Аль-Азар Хисма говорил. КИНИМ УПИТХЕЙНИЙ ДА ГЕН ГЕН ГУФЭЙ АЛАХОТ. Значит, КИНИМ. КЕН – это так называется гнездо. КИНИМ – это есть трактат Мишнайот, которым завершается СЭДАР Мишнайот КОТШИМ ЦВЕТЫНИ. УПИТХЕЙ НИДА – это женщина, которая находится в состоянии ритуальной нечистоты, из-за крови, которая из нее вытекает. ГЕН ГЕН ГУФЭЙ АЛАХОТ – это важные законы устной Торы. Теперь ТКУФОТ, ВЕГЕМАТРИОТ, ПАРПЕРООТ ЛЕХАХМА. ТКУФА – периоды. Это периоды светил на небе. И ГЕМАТРИОТ – одно значение, это числовое значение наших букв. Вы знаете, что у нас каждая буква имеет числовое значение. И мы получили один из уровней постижения Торы – это через ГЕМАТРИУ. И это то, что человек сам как бы не может открывать, а это то, что он должен получить от своих учителей. Есть особенный закон, когда он может это делать. Это ПАРПЕРООТ ЛЕХАХМА. То есть, это как бы закуска для мудрости. Или ПИРУРИМ – это крошки. Это крошки мудрости. Сначала человек должен наесться хлебом, мясом и выпить вина, а потом уже есть десерт. И один из комментаторов приводит. Когда мы берём масло и мажем его на хлеб, человек насыщается. А если мы будем есть одно масло, то уже через какое-то время человеку станет нехорошо. Теперь это то, что сказал Раби Лазар Хисма. И немножко расскажем о нём. Он был учеником Рабана Гамлиэля и Рабиушо Бен Хананью. И подобно своему учителю Рабиушо Бен Хананью, про которого мы уже говорили, который часто бывал во дворце у римского императора, великий мудрец, который защищал евреев перед римлянами, он занимался ещё естественными науками и был большим учёным в области и астрономии, и математики. В Талмуде сказано, «Однажды Рабан Гамлиэль, который был на Си, главой мудрецов Израиля, и Рабиушо Бен Хананья плыли на корабле. У Рабана Гамлиэля был с собой хлеб, а у Рабиушо Бен Хананья был хлеб и мука. И спросил Рабан Гамлиэль у Рабиушо, «Ты думаешь, что мы сильно задержимся в дороге, и поэтому ты взял муку?» И ответил ему Рабиушо Бен Хананья, «Есть одна звезда, которая восходит на небосвод раз в 70 лет, и она вводит в заблуждение моряков. Я подумал, если взойдет эта звезда, то мы можем сбиться с курса». И тогда ответил Рабан Гамлиэль, «Ты обладаешь такой глубокой мудростью, и ты отпускаешься в плавание для того, чтобы заработать?» И ответил ему Рабиушо, «Прежде чем ты спросишь обо мне, спроси о двух твоих учениках, которые остались на суше, Раби Йоханан сын Гудгады и Раби Лазар Хисм. Они умеют точно высчитать, сколько капель находится в море, по которому мы плывем, а у них нет ни хлеба, ни одежды». И тогда решил Рабан Гамлиэль поставить их во главе других учеников, сделать их раввинами. По возвращении из плавания он послал за ними, но они не пришли. Послал вторичные, только тогда они пришли. И он сказал им, «Вы думаете, что я хочу наделить вас властью, то, что вы хотите убежать от этого возвеличения, то, что их он хочет назначить равами? Я наделяю вас рабством, потому что раввин, настоящий раввин, в еврейском народе это не рабай, это не тот, кто занимает места в президиуме, а тот, кто служит и днем, и ночью еврейскому народу». Это то, что он сказал. «Я вас сделаю рабами». Это учитель. Почему же рабе Лазар получил прозвище Хисма? И так рассказывает Медраж. Однажды рабе Лазар пришел в одно место, и его попросили повторить молитву для опоздавших и исполнить обязанности кантора. Но он сказал, что не умеет это делать. Тогда ему сказали, «Почему же тебя называют раби Элизезер? Раби Элизар? Почему все тебя хвалят? Напрасно тебя называют раби?» Он смутился и покраснел от стыда. А потом он отправился к одному из своих учителей, рабе Акиве, и спросил у него, рабе Акива, «Почему ты так выглядишь? Ты нездоров?» И тот рассказал ему обо всем, что произошло в этом месте. И тогда рабе Акива научил его молитве. И через некоторое время он опять оказался в том же месте. Его попросили повторить основную молитву для опоздавших. Он повторил. Исполнить обязанности кантора он исполнил. И тогда сказали, «Стал сильным, укрепился рабе Элизар». И назвали его Раби Элизар Хисма. Хисма – сила, крепость на арамейском языке. Так вот, что он говорил. Указание о гнездах. Что это значит? Когда существовал храм, были жертвоприношения в виде птиц. Это были молодые голуби, это были горницы. И этот трактат называется «Киним». И он занимается вопросами, есть ли перепутались разные жертвоприношения. Например, курбантамид – постоянная обязательная жертва, с добровольной жертвой, или с жертвой ола – всесожжением. Тогда возникают сложные проблемы. И этому посвящен трактат «Киним» – гнезда. Откуда это учится? Учится в Торе. Если ты будешь идти по дороге, и случайно увидишь «Кен ципор» – гнездо птиц. Поэтому называется «Киним». И это завершение трактата «Кодшин». И на этот трактат нету Талмуда, ни Вавилонского, ни Иерусалимского. Это Мишна. И постижение её достаточно трудно. Теперь вторая вещь, о которой он говорит. «Питхенида». Неда – женщина, которая запрещена своему мужу из-за своей ритуальной нечистоты. Из-за того, что, например, у неё изменился менструальный цикл. И есть серьёзные проблемы, и нужно точно знать, как они решаются. И для этого нужны сложные расчёты. Почему он выбрал именно эти две вещи? А трактат Неда – это... Масехат Неда – это Седар Тарот, чистота. Киним – это Кодшин, а Неда – это Тарот. И это очень сложные вещи. На Неда у нас есть, слава богу, «Вавилонский Талмуд». Но на другие Мишнаёд, трактата Тарот, нету Талмуда. И это очень сложное изучение, изучают её большие мудрецы. И в Иерусалиме есть Колель, в котором учатся великие еврейские мудрецы, которые днём, утром могут быть Раше и Шиво, преподаватели Ишив, и так далее. А во второй половине дня изучают это глубоко и выпускают книги. Это то, что важно нам будет, когда придёт Машех, когда будет существовать храм. Так, с одной стороны, те законы, которые, казалось бы, не имеют отношения к сегодняшней реальности. Только когда будет храм, нужно будет знать, какие жертвы приносятся из птиц, какие... А по отношению к княде это каждодневный закон. Это то, что отношения между мужем и женой, это нужно знать практически каждый день. Так что именно поэтому выбрал это Рабел Азар Хисма, чтобы научить нас, что и это, и это, это снова всей устной Торы, это законы, которые мы должны учить. Теперь. Расчёты четырёх времён года. Астрономические вычисления. Почему это так важно нам учить? И сказано, что другие народы скажут, это ваша мудрость. Потому что нужно было высчитывать, когда наступает новый месяц. Когда, например, в Ниссан наступает, это должен быть только весенний месяц, можно добавить ещё один месяц. У нас высокосный год, это не один день, а это тринадцатый месяц, второй месяц Адар. И это зависит от того, что достаточно ли, тёплое будет время или нет. Потому что всегда Ниссан – это весенний месяц. И это зависит от созревания урожая. Это многие очень вещи. Знание хода светил. Прежде всего, Луны и Солнца. Почему это так важно? Потому что другие народы поклоняются звёздам Солнца-Луне. А евреи, которые знают тайну, например, оборота Солнца. И это даёт им, как бы, возможность понимать, что Солнце, Луна и звёзды – это только служители Творца. И кто обладает знанием, как они находятся, как они движутся по своей орбите внутри того, что мы называем солнечные системы, они зависят сами от себя. Потому что если бы они были действительно сами по себе, то они могли бы двигаться в любом направлении, как бы они хотели. Это основа мудрости. Но здесь сказано, что это только парпераот мудрости. Это только закуска мудрости. А основа, как мы сказали, хлеб и мясо, что это такое? Это письменная и устная тара. Основы постижения человеческим разумом. Это то, что даёт нам устная тара. После этого заниматься… Есть одно из объяснений следующего слова. Гематрия. Говорят, что на греческом языке это геометрия. То есть, постижение математики. Всё это как закуска. Или для возбуждения аппетита перед трапезой, или после неё на десерт, а не сама трапеза. Потому что эти науки не являются основой мудрости, а только второстепенной. Помогают познанию Торы. И это то, что Рабилиазар учит нас, в какой последовательности следует изучать. Прежде всего, надо наесться мясом и напиться вином. То есть, постичь письменную и устную Тору. А уже после этого можно изучать парпераот. Я приведу вам пример. Приводит Баалатурин объяснение, почему в Торе так странно сказано. Лех-леха. Что бы не хватало, если бы сказано было это первое обращение к первому еврею в мире, Аврааму, иди. Лех-леха. Иди, уходи. Или уходи для себя. Лех-леха. Ми арцехами, молодейтехами, бейтавих. Выходи из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего. Так почему так странно сказано лех-леха? По-русски переводится, я занимаюсь переводами. Уходи. Да. Второе, леха, даже трудно перевести. Ну, выходи для себя, уходи для себя. Объясняет Баалатурин, который исследует намек. Чему учит это, как будто второе, вот это выражение. Иди для себя. Прежде всего, объясняет Раши, что в дороге у человека уменьшается богатство, его не знают, имя, нет возможностей для потомства. Объясняет он, что не так, говорит творец, твое имя возвеличится, увеличится. В простое значение добавится одна буква, буква Гей, будешь из Авраама, станешь Абрагамом. Другое, увеличится богатство, и здесь ты не заслужишь иметь сына, а там, когда уйдешь, будет. Объясняет Баалатурин, то, что я хочу сказать, гематриот. Числовое значение. Ламет – это 30, Кав – это 20, 50. Но сказано еще раз, Леха – еще 50. Лех, Леха – 50. И он объясняет, 50 и 50 – 100. В этот момент Аврааму, когда открывается ему творец, ему 75 лет, уходи на сколько лет? На 100 лет. 175 лет Аврааму, когда он умирает. Здесь ты не заслужишь иметь сыновей. Когда ты заслужишь иметь сыновей? Когда тебе будет Лех, Леха – 100 лет. Вы понимаете, как намек заключен в Торе? Так вот, это гематриот, и, несомненно, это то, что привлекает к Торе. Но это как закуска. Обычно было перед трапезой, давали соленые какие-то рыбки, всякие маленькие угощения, чтобы пробудить аппетит. Как в Советском Союзе соленый огурец или соленая рыба или то, что написано в трактате «Брахот». Почему нету плодов геносара из Твери в Иерусалиме? Потому что тогда бы люди приходили ради этих плодов в Иерусалим. Потому что, как такие сладкие были плоды, сказано, что Раби Шимон, Рейш Лакиш опьянялся от этих плодов. Такие они сладкие были плоды геносара. Он ел их, ел их, ел их. Написано в Мишне и в трактате «Брахот», что после того, как человек ест эту сладость, ему нужно чем-то забить эту сладость. Он ест соленую рыбу. А соленую рыбу нужно забить эту соль. Тогда что? Он берет хлеб, и тогда хлеб вторичен. Он как бы не главный по отношению к этой соленой рыбе. И тогда на хлеб он даже не должен произносить эмоции. Вы понимаете? То есть, что главное? Это то, что мы учим, это хлеб и мясо. Или мясо, или вино. То есть, вот это основа устной Торы и основа письменной Торы. А дальше идут парпераот. Что это такое? Исследование движений небесных светил, постижение гематрии или геометрии, астрономии и так далее. Это то, что приходит как дополнение, как закуска. Итак, я поздравляю всех, кто прошел от первой Мишны до сегодняшнего урока. Мы завершили третью главу поучения отцов. Ибо из Раташем, как говорит мой Рав Гаон, Равмыш Шапира, и Мигзор Кадош Баруху Бахаим, если постановит для нас Творец жизнь, мы на будущем уроке будем учить четвертую главу.